Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok жены, там, неверно интерпретированы, бла-бла-бла, и так далее. Вот. Я вот недавно смотрел, тут начал смотреть «Войну и мир», американский фильм, голливудский, да, какой-то там 72-го года, или помню, какой-то, или даже раньше, если честно, я врать не буду, заблудился. Красивый фильм. Вот. Американцы, так, ну, Голливуд из Голливуда, все красиво снято. Я не помню, где его снимали, потому что в то время, наверное, в Советском Союзе, естественно, не ездила группа, да, может, там, в Канаде где-то, ну, все красиво, костюмы и так далее. Вот. Ну, в принципе, неплохо там сделано, на самом деле. Вроде как и по роману отчасти, там, да, ну, с искажениями некоторыми. Вот, я иду просто к тому, что вот есть большое произведение, тоже много всяких экранизаций, да, и они все, наверное, заслуживают внимания. Вот. Здесь то же самое. То есть, ну, хочет режиссер снять, фильм снял. Значит, мне, я, поскольку фильм не смотрел, я не могу сейчас сам критиком выступить, там, или, наоборот, защитником. Но, то, что я ощутил, когда действительно очень сильно отходишь. Притом, это произведение такое знаковое для многих. Это же не просто, там, ну, много, там, из фильмов, или книг, там, о войне и так далее. Это как-то так. А Матер-Магрид, как выделяется, как Булгавка, он вообще стоит, там, какой-то особняком, потому что, ну, там, некоторый вызов такой, да, и для него, потом, если вспомнить историю, Булгавка свое произведение никогда не увидел, да, это же роман в романе, да, он сам пишет сам про себя, его судьбу и повторил. То есть, его роман не был при нем напечатан, и он сам его никогда не увидел. То есть, может быть, он и не знал, там, как он мог себя вести, да, и, собственно, вот эта трагедия писателя, она отражена в самом романе, вот, и это его трагедия. Мнение критиков здесь, как всегда, разделились, значит, я просто посмотрел одних, которые сейчас, как принято говорить, там, либерально настроенные, они говорят, ой, какой хороший фильм, там, как это, лучшая экранизация, потому что там какая-то антисоветчина, нашли они там какую-то, там, хайни, там, государство, и вообще говорят о том, что Булгаков только этим и занимался, что, собственно, ему не нравился этот кровавый строй, какой-то там любят говорить, да. Профессор, вы не любите пролетариат, помнишь? Да. Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат. Да, я не люблю пролетариат. Критики, которые поддерживают власть, они тоже, в принципе-то, хвалят фильм. Они недовольны только режиссёром, которые там, какие-то там антироссийские высказывают. Ну, смотрите, режиссёр молодой, вот, соответственно, советское время не помнит, а многое поколение, которое сейчас живёт, оно именно вот так воспринимает его, вот, к сожалению. Потому что это просто эпоха нашей страны. Да, мы, наверное, все не любим коммунистов только за то, что они решили вот этот эксперимент в нашей стране провести. Вот, но я напомню для многих, что среди коммунистов этнических славян и русских было, практически не было. Вот, то есть эксперимент в нашей стране поставили другие люди над нами. Вот, и про это нельзя забывать. Соответственно, да, кровавый, плохой эксперимент, к нему можно плохо относиться, но страна при этом, вот, она развивалась и выросла, и мы все оттуда вышли, родом, как говорится. Ничего плохого в этом нет. Из нас при этом родились прекрасные там писатели, космонавты, бизнесмены и ученые, и все, и все, и все, и проще, не хуже, чем где-либо. Вот, поэтому Хай Тамагульна, и вот именно снимать сейчас, как часто любят так, фильмы, именно вот с таким надрывом, что у нас там все плохо, нельзя, я считаю. И это неправильно. Раз бы меня там эйджистом назовут каким-то, как сейчас можно. Но это факт. Ты пока каким-то годам не набрал там мудрости какой-то, как ты можешь фактором сказать? А почему все-таки, когда ты считаешь, вот Мастера Маргарита сам по себе, там, вне зависимости, фильм там или книга, почему он остается актуальным до сих пор? А там за живое задевается, естественно, там есть религиозная тема и тема любви. То есть религия, любовь, это всегда то, что всех заденет, условно говоря. Отношения с Богом, отношения, там тем более линия такая развитая, там и дьявол тебе, и Пантепилат, и Иисус, и судьба человека при этом. То есть это всегда ты за живое. Уже религия это для многих святое вообще. И поэтому, когда ты про это говоришь, это всегда задевает. Это вот как детектив, когда снимают, почему нам нравится? Потому что там есть сюжет, какой-то детективная история, закрученная. И ты ждешь вот этой развязки, да, в детективе это тебя зацепляет, твой разум. А здесь ты просто за живое, там, твое отношение, там, к Богу, я не знаю, ну вообще, там, кривик вере, к религии. И вот поэтому это всегда будет жестко, потому что вопрос такой ставится, вот, при том, что он еще и подается как раз со стороны, там, ну не знаю, не то, что там дьявола, но в любом случае, там, один из героев представляет темную сторону. Ну, дьявол, в которого никто не верит, решает лично посетить Москву. Он бы навел порядок. В реальной жизни никакого Воланда не существует. Поверьте, он существует. Сегодня что-то случится. Квартиру возьмите, только голову отдавите. Нет никакого дьявола. Эта земля полна суеверия. И каждый день здесь ждут мессию. Вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним, столь развязывая. Не может это быть. Выступает дьявол, а едва ли не как последняя инстанция, которую можно как бы там попросить помощи какую-то. Ну, тот же, тот же, как бы мастерками обращает. Куда он пришел. Да. Как ты считаешь, можно у дьявола попросить помощи? Ну, обращаться к нему за помощь. Нет, я думаю, за помощью к дьяволу нельзя обращаться. Вот. Это опять же такое промывание мозгов. Но это, знаешь, это так же, как вот в нашей реальной жизни, когда ты не видишь справедливости, которую тебе государство должно дать в лице кого-то, ты идешь на самосуд какой-то. И вот это то же самое. То есть, если тебе система не дает возможность твою реализовать, вот это твое, кстати, в Конституции прописанное, между прочим, право, там, на свободу, на жизнь и так далее, тебе государство его не обеспечивает. Значит, ты идешь самосудом занимаешься, да? И здесь, наверное, это вот похоже будет сюжет. Значит, здесь он не нашел, значит, ответа, соответственно, в Бога непосредственно и пошел, наоборот, там, на темную сторону. Черт. Да, да, да. И там просит какой-то вариант. Просит защиту. То есть, тебе полиция не помогла, ты пошел к бандитам. Любовь зла, полюбишь и козлы. Я не могу сказать так. Вот. Ну, банально, факт. Мне кажется, вот такая история, поэтому я, наверное, все равно посмотрю, если будет время, так, фильм. Но, действительно, если там много какой-то антисоветчины, которые меня тоже немножко раздражают, да, и вот такой подходы, что там все плохо, и именно трактуют автора о том, что Мулбалков говорил все плохо. Хотя, на самом деле, я в романе это никогда не ощущал. Мне кажется, он просто написан, он бы мог то же самое написать в любой другой стране и было бы все то же самое. В Америке мог бы то же самое написать, эмигрировать и написать. Вот. Чтобы изменилось от этого. Итак, Марго, зарой моей королевы, чего вы желаете? Я хочу, чтобы все стало, как было. Завтра утром я буду с тобой. Час нас там.